Мы можем в общем случае построить схему бросания монетки Пусть мы теперь бросаем монетку n раз n раз бросаем монетку Как описать исходы? Исходы это последовательность из нулей единиц Длины n А теперь каждому из этих исходов я хочу переписать вероятность Давайте посмотрим, как мы ее переписали здесь Смотрите, здесь было два нуля Получилось куб квадратов Здесь ноль единичка Получилось у в первой степени, в первой степени Правда? Здесь тоже у и П по одному разу И здесь в том разу Здесь две единички и П возникло в какой степени? В квадрате Действуя по аналогии, мы предвешим такому исходу вероятность Вероятность исхода Это П в степени число единичек На Ку в степени n Минус число единичек То есть что? Число нулей П метр Если я посмотрю на дверкратное брасло Вот три раза бросаем монету То какую вероятность мы предпишем вот такому исходу? П в кубе А какую вероятность мы предпишем вот такому исходу? П квадрат П квадрат Правда? Значит, конечно же, опять точно так же, как и здесь, встает вопрос Пописать можно любое не отрицательное число Это еще не значит, что у вас задана вероятность Потому что мы хотим, чтобы их сумма была, что-то, единичкой Вот Но мы давайте с вами, прежде чем считать сумму этих чисел Думаем, что как будто все окей Все хорошо Это правильно заданное распределение вероятности А решим такую простую задачу Найти вероятность того, что выпало ровно к единице Ровно к единице Значит, какие исходы здесь надо складывать? Помните, как мы считаем вероятность событий? Мы берем сумму вероятностей выходящих исходов Правда? Какие у нас подходят исходы здесь? Те, в которых ровно к единице Согласны? Значит, каждый такой исход у него вероятность понятна Это П в степени К У в степени Н в степени К А сколько таких исходов? Так, нет, кто знает, что такое С из Эрбакан Значит, С из Эрбакан Это вот что такое Это число сочетаний Или еще это говорят вот что такое Значит, это количество Способ выбрать К дежурный в классе из Н человеков Вот у вас в классе есть дежурный? Вот Они выбирались и просто директивно назначили 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 Ну вот представьте, что вдруг вас наступило замечание Ну и в степени дежурного решили выбрать Честно Если дежурный нужен был бы всего лишь один То Скольким способом можно было его выбрать из класса? В классе там человек Скольким способом нужно быть одного дежурный? Н Ну, как ни крути, Н способ Хорошо, это одна А как выбрать двух дежурных? Н на Н, Мусадь, Балан Вот почему? Балан, потому что два сочетания Нет, сначала почему? Н на Н, Мусадь Ну, первого дежурного выбираешь Н способом, правильно? А после того, как он выбрал Ему сколькими способами напарника можно добыть? Ну, он же сам себе не может быть напарником Н Н-1 Значит, Н-1 Вот тут, пусть мы сначала Васю считали первым дежурным, ему добирали Петю А потом наоборот можно считать вообще Петю первым дежурным, ему добирать Васю С точки зрения дежурного совершенно равноправный исход Поэтому полагается разделить на Н Значит, точно так же теперь К дежурных независимых То что получится? Будет Н, это первого, Н-1 Второго Дальше будет Н-К-1 Разделить надо на то, как их между собой можно тасовать Кп их требует Значит, вот С из НПК это новое вот это число Значит, его можно записать короче Вот так Как Н фактериал разделить на К фактериал На Н-К фактериал Значит, фактериал это просто произведение чисел от 1 до 2 Вот Значит, вот Почему выбор К дежурных то же самое, что посчитать количество последностей из нулей единиц К единиц Ну потому что Вы просто должны посчитать сколькими способами можно выбрать места для этих единиц Это можно сделать столькими способами, сколько назначат К дежурных из предложенных Н То есть С из НПК Теперь давайте посмотрим, почему равна сумма этих чисел Что будет, если эти числа сложить НПК от нуля на Н С из НПК П в степени К Ку в степени Н не весьма Что получится? Что это будет такое за сумма? Значит, ну вот эту сумму, да, называют весьма сгенитом Это П плюс Ку в степени Н Значит, называется это беном Ньютона Я еще на него вернули знал Но Ньютон тоже отличился, придумал очень классное обобщение этой формулы Но вот с тех пор считается, что это беном Ньютона Значит, давайте у нас с Вами И там П будет какие числа Не любые, а такие, что и суммы, что? Единичные Получается, что вот здесь будет единичка И тем самым мы что сделали? Мы сложили все введенные нами вероятности И получили сумму единичку То есть теперь от решившихся до того объяснения Почему надо так вводить вероятность выпадения данным образом Орлов и Решек Можно просто считать, что мы рассматриваем следующую математическую модель Есть так называемые исходы Это последности из нуля единиц длина метра Так? У этих исходов, у каждого есть вероятность Это П в степени число единиц на П в степени число нуля И мы только что проверили, что сумма этих вероятностей единичка Вот предъявлена вероятностная модель Н-кратного бросания монетки Причем не обязательно правильно На той, которая в жизни есть